Для того, чтобы приобщать молодежь к здоровому образу жизни, группа молодых энтузиастов организовала в Черкесске спортивный клуб «Бизоны». Пауэрлифтинг, кроссфит, тяжелая атлетика – такими видами спорта занимаются спортсмены и последователи спортивного клуба. Как сегодня работает новый спортклуб и какие планы у его организаторов, смотрите далее. Существует два типа людей – те, которые всегда собираются что-то сделать, и те, которые берут и делают. Именно ко второму типу людей относятся молодые спортсмены, ставшие инициаторами создания спортивного клуба «Бизоны». Пауэрлифтинг, кроссфит, тяжелая атлетика – это чем занимаются молодые спортсмены и последователи спортивного клуба. Сильные, выносливые, как «Бизоны», они начали приобщать молодежь к здоровому образу жизни. Мы с Ренатом, это один из учредителей этого движения нашего, занимаемся спортом. С 10 лет я занимаюсь, и мне как-то стало интересно, и ему интересно попробовать приобщить к этому делу и молодежную, и других ребят, девчат. Клуб открылся совсем недавно, в январе этого года. Однако организаторы клуба уже провели первые тестовые соревнования по силовому трайбурю среди любителей, на которые съехались представители из городов и районов Карачао-Черкесии. По словам одного из создателей спортклуба «Бизона» Рената Хатуаева, участники тестовых состязаний показали самые разные результаты – от уровня новичков до уровня профессиональных чемпионов. Самый молодой наш участник, его возраст был 15 лет, а самый пожилой – 67. В принципе, все те, кто ходят в этот зал, приняли участие, 22 человека мы охватили. Несмотря на то, что в Карачао-Черкесии нет собственной федерации по тяжелоатлетике, «Бизоны» смотрят в сторону здорового образа жизни, и конкретный результат отдельного спортсмена – не основная цель клуба. Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, организовать досуг молодежи и свести вместе представителей различных национальностей стали основными задачами для ребят. Мы стараемся сейчас охватить как можно больше молодежи, школьников. Понятно, что не все из них станут спортсменами, не всем им будет интересна тяжелоатлетика, но, по крайней мере, мы покажем им какие-то стороны, в которых можно развиваться, а не только то, что обычно навязывает наше общество. Спорт во всех его проявлениях и видах – отличный учитель терпению, упорству, преодолению себя и сплоченности. Своим примером члены клуба хотят пробудить в людях желание попробовать что-то новое и сделать первый шаг в подъеме на вершину своих возможностей. Мадина Шавтикова, Мурат Кемрюгов, События дня, Орфис-24.